Ты бы забанил мой ролик Я бы нет По той причине, что перед тем, как выкладывать мой последний скетч, который забанил YouTube буквально через час Я обшорстил весь YouTube в поисках именно этой сцены Сцены Баффала Билла и измолчания ягнят И на YouTube лежит эта сцена в открытом доступе Без ограничений 18+. Более того, пародию на эту сцену, которую делали в Клерках, которую делали в Гриффинах Точно так же лежит в открытом доступе И более того, ютуберы, которые делали пародию на эту сцену, тоже не получили никакого бана А у меня так получилось, что я получил его И я считаю, что это дичайше несправедливо По той причине, что в сообществах YouTube, правилах сообщества, четко написано Сейчас, секунду, блядский код В правилах сообщества YouTube четко написано, что могут быть обнаженные тела Если это используется в научной какой-нибудь тематике В тематике художественной А я считаю, что пародия это является художественная тематика И там вроде как в целях образовательных каких-то И я просто не могу понять, почему в таком случае ролик удалили То есть я считаю, что справедливо, если бы на этот ролик влепили плашку 18+. А я напомню, на всех роликах, где обыгрывалась эта сцена, этой плашки нету Я бы, окей, я бы был бы согласен Но его просто типа взяли и удалили Я, конечно, сразу подал и апелляцию, написал в техподдержку YouTube Спросил у знакомых блогеров, типа, что за херня, что за херня И все сказали, что да, это может жестко Но это не должно баниться А это забанилось И это дико хуёво Перезалива ВКонтакте уже присутствует Написали даже в жизнь YouTube Правда, с плашкой трэш Хотя я не совсем понимаю, почему это трэш Ведь это всё-таки по-моему, блядь, так или иначе Привет, YouTube-герои Который недавно в удобнейший сервис решил ввести YouTube И который, как я понимаю, будет вообще всё хуячить Что не вкладывается в какое-то представление о юморе у такого среднего обывателя То есть, если нету какого-нибудь простого скетча про то, что Типа, о, когда опаздываешь в школу Или, о, когда делаешь домашнее задание Или, о, когда, блядь, не можешь познакомиться с девушкой Все эти проблемы, которые беспокоят только школьников И я понимаю, YouTube вёл YouTube Kids Чтобы вы знали, YouTube Kids это такой раздел на YouTube Где есть видео мистера Макса, клонов мистера Макса Где есть видосы о том, как собирают конструктор Лего Пробуют разные вкусняшки, мультики по типу Маши и Медведя и Фунтика Окей, вывели YouTube Kids, но я не нахожусь на YouTube Kids Я нахожусь на том YouTube, который, на секундочку, должен был творческой площадкой быть Для всех, кто хочет что-либо творить Потому что, если вы сейчас все в части YouTube Заходите в тренды, заходите на каналы любимых блогеров Вы вообще ничего не находите YouTube пуст У всех кончились такое ощущение идеи в один момент Все, что сейчас можно смотреть, это Разоблачение Афонина Николая Соболева Или Разоблачение Николая Соболева на Афонину И самое обидное Самое обидное Что, когда мы это снимали У меня был выбор Либо оставить эту оригинальную песню Goodbye Horses Q Lazarus вроде как называется группа Либо взять кавер этой версии И если бы я взял кавер, я бы мог с этого видоса Если бы его в теории не забанили Ну, заработать так долларов 30, наверное И я подумал, типа, ёу, нахуй Я отключу монетизацию этого ролика Я хотел рекламу ставить вначале И от рекламы отказался Я хотел, чтобы этот ролик был ценен по себе Как ролик Как ролик, который залили на YouTube Как ролик, который, ну, никто до этого не делал По крайней мере, в РУ-сегменте Как ролик, после которого мне стали писать Очень множество ютуберов в Telegram С пометкой, типа, ёу, чувак, это очень смешно Но крайне ебануто Крайне ебануто Неважно И я подумал, в пизду Я возьму оригинальную песню Чтобы в момент, когда она только начала играть Человек, который смотрел этот ролик Он такой, камон, он же этого не сделает Типа, нет, не будет он этого делать А потом, типа, камера отдаляется и Гудбай, хорсес Хотя, это культовая сцена из культового фильма Который заработал Оскар И который показывали на федеральных каналах На Первом канале, на России, на всех каналах показывали молчание ягнят С этой самой сценой И мы очень долго думали, как его выкладывать У нас была идея сначала выложить с квадратиками Потом у нас была идея выложить с квадратом цензура На этом месте Ну, не надо его показывать сейчас, ёлка вообще Вот, и третья идея сделать пленку На ту часть тела Но потом мы подумали, ёлк, эта сцена не имела бы культовый статус Если бы её показали с пленкой, квадратикой или с плашкой цензуры Эта сцена показывалась в дневное время на федеральных каналах И, типа, ни у кого это не возникало Ну, возникли на резонанс 90-х годах Хотя был край хаус для до этого и прочая хуйня Ни у кого не возникло резонанса никакого Никто не стал банить эти ролики Никто не стал запрещать фильм молчания ягнят Или там хейтить там Джей Молчаливый Боб, который обыграли эту сцену Никто, кроме Ютуба Ютуб, который конкретно сейчас всех людей, которые что-либо делают Вот так вот душит И не позволяют сделать что-либо, выходящее чуть-чуть за рамки Это, безусловно, наверное, слишком смело для Ютуба Да, я не отрицаю это Это, наверное, очень смело Но это не несёт в себе никакого сексуального характера Там, характера пропаганды убийств и прочей херни О котором пугают на федеральных каналах 24 часа в сутки От этого становится очень грустно Я рад, что хотя бы кто-то успел этот ролик глянуть Я надеюсь, что его вернут Хотя бы с плашкой 18+, Ну, а на этом всё С вами был Кузьма И, типа, цензура отстой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok